Уже неделю 15-летний Аблай ходит в парк. Правда, не просто гулять, а ловить карманных монстров в виртуальной игре. Мальчик признается, что это первая игра, которая его так зацепила, и с гордостью добавляет, что поднялся на пятый уровень. При этом он не собирается совершать необдуманных поступков ради поимки какого-то редкого вида. Официального релиза Pokemon Go в Казахстане не было, и поэтому нетерпеливые фанаты скачивают бесплатное приложение из непроверенных источников. Всего за месяц виртуальная игра стала очень популярной и принесла много реальных проблем. Буквально недавно толпы людей со смартфонами ринулись в Центральный парк Нью-Йорка в поисках редкого зверя. Они заходили в храмы, чужие квартиры, попадали в аварии, прыгали с моста и даже пересекали границы страны. Но сторонники игры неумолимы и уверены, что она полезна для здоровья пользователей, особенно аутистов. Благодаря ей дети стали больше гулять на улице. Мы играем все вместе. Или я, или папа с ними в город выезжает, или в парках. Потому что за ними тоже надо смотреть, чтобы на дорогу не выбежали. Это, по-моему, вообще безобидная и нормальная игра. Чем многие, например, сидят дома, закрывшись в комнатах, и в Control Strike стреляют, целый день убивашки играют. Нет, это нормальная игра. К игре Аблай отнесся очень серьезно. Снимает обучающие видео, открыл группу в соцсети. В будущем он даже планирует зарабатывать на этом. Он уверен, что когда игру официально запустят, от клиентов не будет отбоя. В интернет-ассоциации Казахстана к данной зависимости относятся спокойно. Уверены, что это временный интерес. Правда, предупреждают родителей не терять бдительности. Зависимые дети чаще попадают в неприятности и больше склонны к совершению преступлений, подтверждают психологи. Ухудшается кровообращение головного мозга. Идет недостаточное развитие каких-то особенных отделов мозга, что нарушает в целом функционирование. Постепенно идет и снижение личностного статуса. Каким будет дальнейшее развитие событий, неизвестно. В свою очередь, мы призываем всех быть благоразумными. Каким бы редким ни был объект охоты, он не дороже собственной жизни.